дождик идет всем на уровень суток это лежит возле этого калитки каючек смотрят и спят вот сколько воды натекло опять так ну что я могу сказать чему сегодня я вам приведу ну что я хочу похвалиться как говорится сделать обзор не то что похвалиться на я просто похвалиться конечно похвалиться долгожданным подарком который ждал я больше года это квадрокоптер дрон воздушная съемка это даже дает теперь мне еще один ход видеосъемки и так далее в плане я даже задумаюсь о том чтобы завести еще третий канал и может быть назову лайки с неба или что-нибудь еще и многие люди любят смотреть съемку в разную характера то есть замедленную съемку а тут будет еще красиво природа речки лайки бегут он снимает летает он не более 20 минут но спасибо спасибо знакомым и через этих знакомых я вытащил все таки этот квадрокоптер из-за границы и мне прислали дал бы ушный вот фирма которая выпускает она из самых лучших фирма он не китайский это запасные лопасти я покажу я уже с ним если кто видел в инстаграме не в тик токи я уже с ним я добился все равно я приехал домой и добился того чтобы запустить хотя мне этого большого стоило порвали весь телефон как говорится на связи и так далее но я все равно его откалибровал загрузил карту то есть он главное все я его он взлетел но я его долго все на английском и я не очень в английском только определенные слова понимаю читаю но расшифровать конкретно все я не могу так смотрите вот эта зарядка от батарей это вот бампера защитные лопасти чтобы я их тоже разобрал но я сейчас соберу соберем месте потому что я долго изучал я посмотрел много видеороликов это разные провода для зарядок вот это зарядное устройство для четырех батареек но он заряжает как я понял и когда я попробовал каждую постепенно то есть четыре вы поставили и он сначала одну заряжает потом вторую потом третью они все моргают индикаторы показывают и тогда вот такие батареи с кнопочками кстати смотрел чтобы обновить новые батареи они тоже не из дешевых в районе 50 60 долларов вот у меня их три не дали тут тоже проводочки разные сумка очень удобная вот три батареи по 15 минут буду изучать буду учиться буду познавать и я думаю что есть смысл потом в ближайшем время завести еще один канал мавик аирби а аир сразу почему-то прививку мой рви вспомнил аирви аири аир вот и это держатель сейчас я тоже все покажу вот сам квадрик квадрокоптер дрон мы его я его обязательно поставлю на учет обязательно но чтобы он был на учете так что можете не переживать я либо через госуслуги либо что-то я найду посмотрю почитаю и где чего мне надо сделать я обязательно сумму его получу номер и будем летать снимать и так далее вот большой будет плюс сейчас начну я вам все показывать и соберем его и попробуем его здесь в комнате запустить кстати этот вот цветок он не кактус а как-то мама по-другому называла он кирдык ему надо его обрезать по самой небовой видите что с ним стало от мороза еще одна жертва отключение резкого отключения тепла в доме вот все сейчас начинаем сборку у него здесь четыре лопасти как-то не двигается 1 2 и 1 вот так из-под низу батарея пока не надо батареи запасные нам не нужны так лопасти нам тоже пока не нужны провода мы тоже в сторону нам будет нужен пульт сам зарядки нам тоже не надо сейчас мы соберем лопасти она покажу вот как не вставляется вот так они идут и вот так вот чик вот так вот они встают и заряжаются спокойно каждая по очереди пинальчик такой сюда провод и к сети обратно уберемся для на для пользования этого всего я буду использовать второй телефон где загружена программа сейчас я ее покажу вот она вот эта программа мы запустим ее и все так 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 есть у него такие ножки и они работают как я так мне сказали антенны здесь я так понял что их нет вот либо поломану либо что-то ну короче их нет вот вот собираем сейчас бампера защитные но без них они новые человек летал по началу с ними потом без них но они как бы обезопасивают двигателя безопасности если куда-то я врежусь в дом или куда-то не дай бог хотя датчики у него все есть и датчики вот спереди снизу и сзади ну вот так собираем бампер так я думаю что где-то примерно они стыкуются между собой так я вообще первый раз это все делай но то есть в жизни своей я вы знаете как я долго думал как куда чё тыкать и чтобы аккуратно что то что то не сломать и на самом деле очень боишься ну вот мой бампер собрали защиту о господи помоги да ну в принципе вот вы видите да такой он компактно умещается когда собранные в ладошку очень удобный не очень тяжелый но ферму это давно на него везде подписан и знаете вот я остановился только на ней и ничего больше не хочется но как бы я смотрю и по качеству и по отзывам но мне повезло с бушным он долго меня ждал лежал он как ждал летал он все равно где он только не был по всем за границам и так далее где он только не летал поверьте мне на нем можно зарубки делать проехал он много стран вот ну ни разу не подвел как говорить незнакомый ну вот вот надеюсь что у нас тоже порадует ну хочется заняться этой съемкой очень красиво я много смотрю где-то в интерн просторах интернета и я иногда замираешь от красивых съемок и так далее так что я сейчас установлю что теперь это пульт вот здесь пульт отбегаются такие это я тоже учился вы не поверите всю ночь почти сидел в интернете смотрел где чего и как я все думал что это за ножки оказывается для удобства они оказываются вот сюда и закручиваешь чтобы было не сломать для перевозки если не сломать и убирается вот прекрасно вот сюда и удобно представляете как классно кстати вот здесь режим спорт есть она говорит будет летать как сумасшедший но быстрее а так у него скорость 68 километров в час значит смотрите вот это вот две антенны их вот так я смотрел я все уроки смотри это все я брал с иностранных сайтов уроки здесь идет вот такой штекер как бы зарядка и вход в сам прибор штекера разные есть для разных телефонов видов и андроид и там как там еще идет у меня андроида вот я вот сейчас вытащил лучше я так делал потому что хочется попасть в правильное гнездо вставляем куда вставляется зарядка сейчас мы разберемся либо сломаем кстати я сейчас но только без чехла вставлять телефон потому что я забываю он поэтому иногда я получается что не вижу но не входит и неправильно встает понимаете какая фишка то так смотрите так значит включение и вот не помню тоже два раза нажимать до два раза подряд зарядка пошла сразу установлено разрешение местоположение памяти давай давай родной камера так сейчас данный момент здесь нет ничего так перед запуском это мне тоже но все по телефон я очень долго сидел вы поймите правильно и на салазках она так вот вперед снимается эта камера она снимает 720 1080 и 4k так тут тоже запуск идет такой что нажали и все задергались лопасти зашумел запищал так на телефоне у меня что-то появилось как всегда как вчера ночью то есть все он видит видите есть карта есть карта есть карта есть сама камера и так далее дпс он не видит так так оставим опять он не компас опять запрашивает статус вчера мне так же делал все он и он по идее у нас запускать на улице и запускать в квартире где-то еще лучше в больших помещениях и так далее так он зашумел так он зашумел и вчера на то же самое говорила ну компас нормально все нормально о он сейчас взлетит смотрите он показывает о так это он и он он и он он и он он и и и и сейчас им боковые вверх надо учиться надо учиться надо учиться и будут наоборот все мне нужно тебе быть не не Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, почему он не летит? Стенки. У него датчики стоят, он не хочет, он не орет, кричит, я так понимаю. И он кричит, кричит и не хочет лететь, потому что впереди препятствия, потому что стоят датчики и так далее. В принципе, все вот так вот выглядит. Вот. И показывает. Видите, камера еще есть. Вот, можно камеру видите, вниз и вверх. Регулировать на ходу. Не летит вперед он, потому что стена впереди, он встает и так далее. Картинка красивая, хорошая, качественная. По камерам, по настройкам я буду дальше все управлять, смотреть. Сюда теперь мне осталось купить значит флешку на 128 хотя бы и так далее. Поэтому ну, в принципе, неплохо. Он сразу запускается. Ну, игрушка хорошая. Спасибо огромное за подарок. Ну-ка, вот так вот проводим. Вверху датчиков нет, поэтому он легко движется вниз, вверх. ко мне, иди сюда. Ладно, бог с ним. Все, это все понятно и ясно. камера как там двигается. Ладно, вверх-вниз. Ладно, вверх-вниз. Пу-пу-пу. Ну, вот так такой обзор я вам сделал и я надеюсь, что будут хорошие съемки и так далее. Буду изучать, буду учиться, поставлю его на учет и думаю, что будут красивые кадры, съемки и так далее. Даже здесь собачья шерсть. Вот, складно опять сказал. Даже здесь собачья шерсть. Ну, и волосики какие-то. Ну, может, лежал где-то. Вот, я тут редко бываю. Ну, бываю. Так что вот такой я сделал вам обзор своего подарка. Чтобы никто ничего... Я долго ждал. Я теперь буду в этом туда значит, окунаться полностью с головой и так далее. Вот. Все. И буду стараться развиваться в этом направлении, снимать красивые съемки, делать. Я говорю, я, наверное, даже задумаюсь о том, чтобы завести канал. Еще третий канал. И потому что многие смотрят, любят смотреть. И замедленную. Дух завораживает, когда вот еще под хорошую музыку это все делает. впереди очень, значит, много хороших будет съемок и тайга, волга, где буду я находиться и просторы. Карелия, не Карелия, Сибирь, не Сибирь, там Астрахань, не Астрахань, без разницы. Но все и заставки будут на основном канале и даже на кухне и и так далее. Все. Спасибо, что посмотрели. Ну и жду от вас, как вы думаете, стоит мне заводить отдельно еще один канал и дать дрозда по просторам интернета. Все. Всем пока-пока. Пишите. Пишите.